Ее надо обсудить. Я думаю, обсуждение будет больше, чем сама идея. Меня зовут Дмитрий, город Харьков, Бен Ноах. Вопрос общий сначала звучит следующим образом. Зачем зажигают свечи в шаббат, причем по Зера Шемшон? Есть официальная версия, мы обсудим, а есть версия Зера Шемшона, которая выведена из нашей главы. Наша глава, у кого есть кумаж перед глазами, откройте 8.3. Интереснейшее начало 8 главы, где Маше Робейну рассказывает народу про ман, как будто они его ни разу не пробовали. Это новое поколение, конечно же, но они ман пробовали, они кушали, они знают, что такое ман. Тем не менее, Маше считает нужным рассказать этим людям молодому поколению снова про ман. И звучат очень жесткие слова. 8.3, напомню. И смирял он тебя, и дал тебе голодать, и питал тебя маном, чего ты не знал, и не знали твои отцы, чтобы дать познать тебе, что не хлебом одним живет человек. Вот такие жесткие слова. Иврите, можно иврите сказать слегка, но иврите. Ва-е-ан-э-ха, это от слова мучать. Мы сейчас обсудим эти все слова. И слово ра-ав, наверное, все знают голод, да? Ва-я-ар и вэ-ха. То есть у нас есть два слова, мучать и голодать. Все переводчики, я проверил человек 7-8, они смущаются, слово мучать. Ну как так, мучать маном евреев? И Йосифон переводит смирял, Гиль смирял. Ну вот Мандельштам написал стеснил, но он всегда был оригинальный переводчик. Единственный самый лучший переводчик, это наш Равьон Олевин, он перевел мучил. Все как написано, так он и перевел. И получается, что Всевышний мучал тебя маном, давал тебе голодать, питал тебя маном и так далее. Вопрос, как понять эти слова? Но это же страшно. Разве можно мучать евреев маном? Мы же с вами столько про эту еду божественную говорили, мы еще поговорим. То есть, более того, если мы прочитаем пасук и углубимся, дал тебе голодать. Это значит, что они голодные были все 40 лет в пустыне. Они голодали, а он их продолжал кормить маном, написано. Они голодали, а он питал тебя маном. Вот такая интереснейшая ситуация. Ну, на самом деле, наверное, я знаю штук 5-6 толкований этого слова мучать. Зачем их мучать? Но я выбрал самое интересное по нашей тематике Зера Шимшона. Напомню, Зера Шимшон, может быть, кто-то не знает, первый раз слышит это имя. Величайший мудрец Торы, к сожалению, он умер, пережил своего сына, умер без детей. И это случилось в конце 18 века. Он заповедал буквально прямым текстом, и это один из немногих мудрецов, который так сделал. Кто будет читать мою книгу, у того будут дети. Кто будет читать мою книгу, у того будет нормально все с финансами. Вот настолько смелый был мудрец. Я вам скажу больше, что в русскоязычном интернете это почему-то не популярно. А если вы наберете по-английски Зера Шимшон, и есть специальные сайты, где люди говорят, я прослушала столько-то лекций Зера Шимшона, и у меня родился сын. Или там я тот. Более того, есть русскоязычные ребята в Нью-Йорке живут. Я знаю 5-6 историй. Реально, человек Зера Шимшон. Ладно, это книга. У него очень сложное длинное имя, я не знаю наизусть. Но книга его называется Зера Шимшон. И он разбирает, в чем заключалось мучение евреев маном. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на другой вопрос. Откуда мы учим, что нужно зажигать шабатные свечи каждую неделю? Все знают, кто учит иврит. Адлокат, нейрот, шабат. Зера Шимшон говорит из нашего пасука. Давайте еще раз прочитаем, где здесь у нас свечи. Смотрите, мучал он тебя, давал тебе голодать, питал тебя маном. Не хлебом одним живет человек, все, что исходит из утра. Где здесь свечи? Кто видит свечи? Кроме мана свечей нет. Как такое можно вывести? У нас тут пустыня, понимаете, ман впадает с неба. А я спрашиваю про зажигание шабатных свечей. Ведь ничего общего нет, согласитесь. Зера Шимшон не согласен. В этом пасуке лежит жирнющий, говорит, намек на зажигание свечей в шабат. Он обращает внимание, Зера Шимшон, на то, как кушает человек. Ест человек, средний человек. Точно так же, как человек получает удовольствие от вкуса еды, точно так же он получает удовольствие от вида еды. Для человека очень важно видеть, что ты кушаешь. Дальше Зера Шимшон не говорит, но я могу сказать, что человек получает удовольствие не только от вида и от вкуса, а еще и от слуха. Представьте, как хрумкает курочка румяная. Он получает от запаха, а еще некоторые от осязания. То есть нужно руками потрогать, и тогда будет еще вкуснее. То есть получается, все пять чувств, они задействованы, когда человек что-то кушает. Но Зера Шимшон конкретно говорит только о виде еды. Нужно смотреть на еду, видеть ее, и тогда будет вкусно. Более того, он ссылается на Талмуд. А в Талмуде написано, не скажу какая гмара, что человек слепой, ему сложнее насытиться. Он вечно голодный. А я, кстати, в другом месте слышал, что слепые люди обычно полные. Но это, в принципе, одно другому не мешает. Человек, который не видит еды, он все время кушает, 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 всегда голодный. Даже можно не читать Талмуд. Просто представьте себе, что у вас трапеза, вы выключаете свет полностью, темнота кромешная, и вы кушаете. Но это совсем другая еда получается на вкус. То есть вы не видите, что вы кушаете. Я скажу больше, что даже сам вкус еды меняется. Видите вы или не видите еду? Вкус меняется. Хотя какая связь? Глаза, язык. Вывод Зара Шемшона. Вид еды важен, причем не менее важен, чем вкус еды. Теперь вопрос для всех. А зачем зажигают шабатние свечи? Понятно, что это Митсва Дарабанан. Это естественно. Афтори мы не найдем. Я скажу больше, что наш Натан подтвердит. Был у нас несколько лет назад лектор на Лильмойд. Марк Зеликман, по-моему. И он рассказывал о том, что вообще-то шабатние свечи это Эзра сделал для тех людей, которые вернулись из Вавилона под культом огня Заратустра. Это уже ответственность товарища Зеликмана. То, что он говорит. Но в любом случае есть такие идеи, самые разные. Митсва Дарабанан. Все это сделал наш Асофер, величайший мудрец Торы. Нигде не написано в Торе, что нужно зажигать свечи в шабат. Есть, и мы с вами это учили, очень тонкий намет к рассказе про Сару. А точнее даже не про Сару, а про Рибгу. Когда она вернулась, собственно, не вернулась, она первый раз пришла в шатер Сары, то там были и горячие халы, помните, и свечи были, все нормально. Но там такой наметчик. Зарашимшон считает, что нет намека на зажигание свечей в рассказе про Сару. Он говорит, в нашем, по сути, про ман есть шабатные свечи, просто нужно их найти. Теперь давайте официальный ответ Талмуда, что Талмуд говорит, зачем зажигают свечи в шабат. Риторический вопрос, я знаю, что потом можно будет пообсуждать. Стандартный ответ Талмуда, ради шломбайт. То есть свечи зажигают в шабат ради того, чтобы был мир в доме. Вопрос, как мир в доме будет из-за зажженных свечей? Тоже очень просто. Комментарии пишут, что 2000 лет назад электричества не было. Я думаю, даже и керосина. И в темноте можно было... Керосин был. Был керосин? Отлично. В темноте можно было легко разбить любимую чашку жены или наступить на хвост любимого... Не знаю, коты были или нет, скорее всего, не было. На хвост чей-нибудь наступить. На жену можно наступить вообще. Да, то есть вот, собственно, это в Талмуде пишут, это я не придумываю. Там комментарии стандартные, чтобы не натыкали друг на друга. Абсолютно верно. То есть ради того, чтобы все было хорошо в семье, никто никого не наступил, собственно, для этого нужно зажигать свечи. Это причина из Талмуда. Но Зайрашимшон совсем с другой стороны подходит, гораздо интереснее. Он говорит, а вы не обращали внимания на Аллаху? Как должны гореть шабатние свечи? Они должны освещать стол, на котором стоит трапеза шабатная. И причем не только... Даже если вы не в этой комнате кушаете, свеча должна быть все равно видна тому, кто сидит за столом. То есть есть очень четкое требование, правило, как зажигать и где должны находиться люди, и где должен стол с трапезой шабатной и так далее. То есть смысл свечей не только освещать весь дом, и чтобы они друг к другу на ноги не наступали, а оказывается еще освещать еду, говорит Зайрашимшон. Чтобы вы видели, что вы кушаете. Чтобы полностью получать удовольствие от шабатней трапезы. Это очень важно. Мы знаем, что в шабат трапеза должна быть сама по себе уникальная, вкусная, особенно интересная, я не знаю, что там может быть, и качество продуктов, и процесса, и дороговизна. Может быть, какие-то специальные специи. В любом случае Зайрашимшон добавляет. Еще и внешний вид шабатней трапезы тоже очень важен. Важна презентация блюда. Теперь мы еще хуже, зашли в тупик. А как это все с маном связано? Где здесь ситуации с маном, где мучили евреев несчастных 40 лет? Где здесь испытания евреев маном? Что это такое вообще? Он говорит, давайте поговорим, что такое ман. Что это за испытания? Что плохого вообще в мане было? Ведь это супер еда, мы с вами тоже учили. Божественная еда. Еда ангелов. Классная еда. Настолько она вкусная, интересная и красиво выглядит. Маше даже баночку насобирал для будущих поколений. Я ее спрятал. До сих пор где-то, наверное, лежит. Вкус мана был разным. Мы тоже это с вами читали много раз. Он приобретал вкус почти любых продуктов, кроме нескольких. Зарашимшон говорит, в этом была и проблема. Все, что я сейчас вам рассказал хорошего про ман, собственно, здесь очень много проблем. Ман не выглядел как еда. Хотя вкус еды был, но это как еда космонавта. Вот смотрите, в тюбиках космонавты, правда, СССР, я не знаю как, кушали американские, но советские. Советские, я даже сам музей видел, то есть у нас есть тюбик борщ, потом тюбик арбуз, а потом тюбик тирамису, десерт тирамису. И ман как бы вот в виде тюбиков был. Все в одном. Он не хрустел, румяная корочка. Его нельзя взять ман и зубами, как яблоко вкусное, зеленое, раскусить. К сожалению, нельзя. И евреи страдали. Они страдали, очень сильно страдали. Космонавту легче. Он слетал 2 дня, ну максимум неделю, 2 недели. И вернулся обратно и кушает обычный борщ. А евреи 40 лет кушали тюбики. Еду из тюбиков. Они были 40 лет в космосе, получается. И они были полуголодные. Все 40 лет, говорит Зерэшемшон. То есть пока 40 лет, в конце 40-го года, смотрите, они были полуголодные, а потом пришли полуголые моавитянки и накормили их нормальной едой. И у них сразу появились там стул хороший появился. И дальше Баальпиор недалеко сидел. И все, все пошло, процесс пошел. Но 39,5 лет, а точнее чуть меньше, потому что ман начал выпадать 15-го ияра. У них была 61 трапеза, вы знаете, они вышли, вынесли с собой из Египта. То есть у них четко за несколько недель, за три, по-моему, или четыре недели до получения торы у них случился ман. И это очень хорошо. Но, тем не менее, они были полуголодные. Они поняли, насколько они боголодные, только когда их накормили моавитянки, человеческой, обычной едой. Поэтому они жаловались несколько раз на ман. Плакали, ругались, жаловались. Кстати, между прочим, отсюда же мы знаем, что они... Есть обратная сторона вкуса. У них не было стула. Представьте себе удивление, когда спустя 40 лет, а это новое поколение, человек не знал, что это такое. Он не знал, что такое ходить на горшок. А тут раз, и человек... Ну, короче, это отдельнейшая интересная история. Они жаловались с разной успешностью. Иногда страдали, потому что жаловались. Вывод за Рашимшон. Очень большой. Как евреи страдали от мана, который не был похож на продукты земли. Ман – это был продукт сверху. Поэтому, собственно, мы с вами тоже учили. На него не говорили браху. Потому что это совсем-совсем другая вещь. Это не продукт земли. И это напоминает трапезу в темноте. То есть поедание мана напоминает трапезу в темноте. Точно так же, как сейчас евреи, они зажигают свечи в шаббат, чтобы сделать еду видимой, вкусной и приятной. То же самое мы проводим аналогию с маном, которые хотели видеть ман, хотели щупать, хотели нюхать, хотели пробовать и так далее. Вот, собственно, и все. Такой короткий, очень интересный урок. Зеро Шимшон. Он, как всегда, оригинален очень. И если есть вопросы, давайте обсудим. Видишь, как я там не справляюсь. Все, быстрее и быстрее. Дим, а, Дим, а, прости. А тогда в чем смысл такой пищи-то? Зачем же Всевышний кормил людей? Это стоит такой едой, что вот они их мучились. Ну, нельзя ли им было нормальную еду дать, чтобы там мясо там и хлеб там, не знаю, что там. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочитать внимательно начало всей восьмой главы. Что такое не хлебом единым жив человек? И там четко рассказывается, что почему именно мана, почему именно испытания, а чем еще может быть жив человек и так далее. Ну, это просто отдельно интереснейшая тема. Я не знаю, насколько она сейчас актуальна. Я думаю, я немножко коснусь ее в конце. Тем более у нас про еду сегодня. Я надеюсь, все покушали. У нас сегодня урок про еду у всех. Я хочу, Дим, просто добавить, что действительно очень странно. Человек очень сложно устроенное существо. Безусловно, я так думаю, что это, конечно, влияет на вкус, то, что ты вид еды. Я просто помню историю с моей дочкой. Мы как-то потеряли очки ее, когда купались в Кеннерте. Ну, и дальше мы на следующий день пошли в поход. Но это было жуткое мучение. Она не только перестала видеть, она перестала слышать хорошо. Она стала слышать плохо. То есть это как-то все связано. Человек теряет ориентацию вообще, когда он не видит нормально. Нет, но тот, кто привык слепой от рождения, там, или привык к плохому зрению, по-другому. То есть это как-то очень сильно все связано. Когда ты не видишь еду, у тебя совершенно другое отношение к еде. Когда человек, который плохо видит, может быть, у него действительно хуже со вкусом. Есть еще вопросы? Дима, можно пару вопросов? Да, пожалуйста. Несколько маленьких. Дим, во-первых, Раф Йоно Левин перевел не дал тебе голодать, а томил тебя голодом. Это две большие разницы. Это первое. Томил. А, не дал. То есть, второй момент. А керосин был изобретен только 174 года назад, в 1846 году. Это не мне. Это не Хабе, скажи. Там, ну, может, это не керосин. Нефть это называлось. Ну, там они добывали нефть, они знали. Это Мама для Кин в Мишне, например, написано. И там перечисляют, в том числе, всякие... Я не знаю, что это конкретно. Действительно, это надо к Голосовскому нам спросить. Не знаю, я почти ни разу не слышал, чтобы в древности... Ну, вы читаете, Мама для Кин. Хорошо, я почитаю. Перед субботой мы читаем, чем для Кин. Чем вы сжигаете, чем вы сжигаете субботнее. Про керосин понятно. Еще вопрос, слегка. Ну, ничего не понятно. Керосин, в том числе, открыли 174 года назад. В древности пользовались только оливковым маслом. Все. Хорошо, договорились. Я вам пришлю тогда. Надо мне того сделать. Ребята, у нас сейчас нет между собой. Вопрос-ответ. Вопрос к Диме и ответ. Еще Эмиль на очереди. Плес, пожалуйста. Ну, а я что делаю? Я спрашиваю Диму. Ну, вы все про керосин поняли. Хорошо. Про томил я не понял. Что написано в белом издании? Нет, в белом издании написано томил, конечно же. А, окей. Хорошо. А Дима ты не мучил все-таки, Дима. Так при чем? Это немножко более... Это второе слово. Первое. И мучил тебя. А, первое. И мучил тебя голодом. А, окей. Маленький момент. Томил голосом. Томил голодом, но мучил. Да. Окей. Нет, дал тебе это одно, а томил это немножко другое. Окей. Второе. Третье верни. Дим, где написано, что они голодные были, все время испытывали голод и что их только мои дитянки накормили? Ну, то, что они голодные были, мы видим по тексту. То, что он испытывал тебя голодом. Нет, одно дело Всевышний испытывал, другое дело они были голодные. Это две большие разницы. Ну, смотри, если тебя... Они не были голодные, причем, вам написано, что Всевышний давал им вдоволь, как бы, чтобы они насытились и каждому на его вкус. То есть, они чувствовали вкус, причем у каждого был свой вкус, который он хотел видеть. В этом вся фишка. Это не то, что, понимаешь, они в темноте не различали, там не чувствовали вкус пищи, понимаешь? Окей. Мы поняли вашу мнение. Не очень просто. Это другая точка. Я понимаю, нет, я просто не хочу больше задавать, меня постоянно как бы прерывают, коротко, куда-то деседр. Давайте дальше, поехали. Окей, Эмиль, у вас есть вопрос, мы вас слушаем. Эмиль. Эмиль, у вас вроде поднята рука, нет? Ну, хорошо. Был вопрос, Таня задавала. Дима, первый вопрос, по какому мудрецу такой вывод? Сейчас будет кукушка, не пугайтесь. Просто посмотрим, срабатывает или нет. Я уже боюсь. Надо сесть, пистелиться. Третий пункт имеется в виду... Да. Да. Ну, прекрасно слушаем. Отлично, замечательно. Сработало все. Окей. Итак, был вопрос от Тани. Третий пункт имеется в виду мучил-испытывал. Ну, мы вроде ответили, да? И дальше какой-то вопрос. Смотрите, просто Таню смущает слово мучать. У нас всех, да. Окей. У нас слово инуй. Слово инуй. Оно очень сложно. Оно танохическое. Слово инуй, оно несколько десятков раз употребляется в хумаше. Причем в самых разных случаях. Я привел Тане пример. Привел Тане пример. Например, в шхеме Дину как раз мучил шхем сын Самора. Это не значит, что он как бы... Ну, переводчики переводят совсем другие жесткие слова. Дальше. У нас Сара мучила Агай, которая убежала вся слеза. Это тоже как бы мучила. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Можно отдельную интересную лингвистическую сделать лекцию по поводу этого инуй. Но ничего хорошего в этом нет. Это... Она говорит Тане, что это испытание. Ну, может быть, испытание... Нет, мучил. Нет, нет, это мучил, конечно. Если ты мучил человека, ты делаешь его сильнее, ты его испытываешь уже, понятно. Ну, да, да. Да, да, да. Это связанные вещи, но это совершенно разные... Секундочку, я хочу Эмилю дать слихать. Эмиль, мы вас слушаем. Вы хотели что-то сказать? Блин, ну я не понимаю. Да, я всех перевиваю, но не знаю. Эмиль не говорит. Окей. Ну, хорошо. Вопросы обозначены. Мы можем передвинуться дальше? Давайте. Хорошо? Так, Эмиль, еще раз. У вас поднята рука. Вы хотите что-то сказать? Ну, на там, в следующий раз тогда. Ну, может, я хочешь прорваться? Окей. Все. Хорошо. Раф Ильяу, готовы ли вы начать? Раф Ильяу. Так, ну что-то сегодня сплошное молчание. Стоп, шер. Раф Ильяу, вы нас слышите? Алло. Рабейну? Да, 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 слышу, включаю звук. Да, здравствуйте. Да, послушай, у тебя фантастические картинки, на самом деле. Я думаю, что не только я это вижу, но... Угу, 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 угу. Так, угу, да. Так. А что я должен здесь выключить? А, вот, ну, вот, наверное, вот это, да? Так. Вот так, так я более похож на себя, да? Да. Ну, прекрасно. Все. Ты можешь начинать, я включил твои 20 минут. Все. Замечательно. Так, уважаемые дамы, господа, здравствуйте. Напоминаю вам то, чем я могу быть интересен в данном контексте, это разбор именно текста с точки зрения понимания, с точки зрения грамматики и набора, так, 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 и набора слов, так. Видно меня, да? Да, 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 я собираюсь это сделать. Окей. Вот, в прошлой недельной главе у нас было много интересного, в том числе первая трава Кэшма, но поскольку там, в общем-то, мне кажется, более простая грамматика, я не стал на ней останавливаться. Вот, в нашей недельной главе есть второй травы Кэшма, во-первых, он больше, и во-вторых, в нем много интересных слов, и в-третьих, много интересной грамматики, поэтому на нем мы остановимся более подробно. Да, сейчас видно, сейчас видно. Видно меня и видно текст, да? Так точно. Прекрасно. Так, вот я хотел вам показать еще несколько интересных примеров, примеров, которые нам встречаются, в частности, в других местах. Вот, я поставил два файла на наш телеграмм, вот, к сожалению, только что я их поставил, не заранее, но они есть. Итак, глава номер восемь, глава дворим хэт, и два псука мы разберем, зайн и хэт. Дворим хэт-хэт, может быть, кто-то знает, мне просто часто приходится на них ссылаться, вот, поэтому я запомнил такое вот сочетание. А кто знает, пожалуйста, поднимите руку. Нет таких, да? Что мы тут имеем? Давайте посмотрим. Так, видно текст и видно мой курсор, да? Так точно. Ки хашем элукеха, ибо всему химу хой. Извините, я вмешаюсь, я именно на эту тему буду говорить, но, видимо, что-то совсем другое. Ага. Смотрите, Нахама, да? Давайте сделаем так, если я вдруг буду вламываться в вашу тему. Нет, я не думаю, что никогда не бывает полностью. Я надеюсь. А если все скажете, то я буду только рада. Нет, возможно, я не успею что-нибудь свое, да. Так, Всевышний. Меви-а-ха. Меви-от-ха приводит себя. Эль-эрец. В страну Това хорошую. Эрец-нахалей-маим. Страну потоков вод. Буквально. Я-я-я. Извините. А-я-нот. Ну, мы знаем слово Мааян, это практически то же самое, то есть источников, родников. У-те-гом-от. Что такое тгом? По-русски обычно говорят бездна. Да. Мей-те-гом – это родниковая вода. Дальше. Йоц-им-ба-бик-а. Выходящих в долине. У-вагар и на горе. То есть родники, которые есть не только в долине, где, в общем-то, и положено быть, но и даже в горах. И дальше вот по сути хет. Эрец – страна. Хита. Хита – это пшеница. У-се-ора. Се-ора – это ячмень. Дальше. В-гефен. Гефен – это виноградная лоза. У-те-эйна – это, сами понимаете, смоковница, инжир. Она же фига. В-хорошем смысле фига. В-ремон и граната. И вторая часть того же пасука. Пасука хет. Эрец – зай шемен удваш. Страна, значит, комментарий нам указывает, что сказано не просто зай олива, но олив полных шемена. Шемен – это оливковое масло. То, что по-русски называется иногда словом елей. Оливковое масло имело большее значение. В те времена, конечно, чем сегодня. Потому что, во-первых, оно использовалось как растительное масло. Во-вторых, для жарки использовалось практически только оно. И, в-третьих, самое главное, именно оно использовалось в основном для освещения. Хотя были другие варианты. И, наконец, последнее слово. У-дваш. Дваш мы переводим как мед. Но комментарии говорят, что здесь имеется в виду финиковый мед. Что такое финиковый мед? Я думаю, что Нехама нам расскажет это, да? Если нет, то я скажу. Ну, я не собираюсь подробно сказать, но это такой мед, который делают из фиников. А как он делает? Раф Илья сейчас расскажет. Садрагамон. Да, да, да. Значит, это естественный подсластитель. Финики клали под пресс в корзине. Вытекал финиковый сок. Его оставляли на открытом воздухе. Он сгущался. Сейчас такой продукт можно купить, по-моему, силуан он называется в баночках. Это что-то наподобие финикового сиропа. Вот. Фактически он использовался вместо сахара. Вот. Именно он точно так же, как и пчелиный мед, использовался как дваш. Когда читаем мы Эрец Завад Халар Удваш, земля, текущая молоком и медом, да, то мед имеется в виду именно финиковый мед. Так, эта фраза показывает нам семь продуктов, семь растений, которыми связан, которыми славится земля Израиля. Из них два продукта – это влаки, хита и сыра. Вот они, так. И остальные – это что? Фрукты, так. Нахама собирается сказать относительно порядка или мне сказать слово? Неважно, ты говори тут, плиз. Ну, ладно. Аллаха говорит, что, ну, нам это важно, мы это вспоминаем, как правило. Я не правил совсем. В день ту бешват. Понятно. Вот. Что эта фраза не только нам указывают эти продукты, но и как бы установлю иерархию между ними. Здесь важна близость данного продукта к слову эрец, который встречается дважды в пасуке. Вот первый эрец, так, вот он. И вот второй эрец. Относительно первого эреца, ближайшим словом к нему на первом месте находится хита, на втором находится сэуран. Это, это злаки. А вот что касается фруктов, то гефен стоит на втором, на третьем месте. На третьем месте, потому что вот после эрец первое слово, вот второе слово, а вот третье слово, да? А на первом слове, на первом месте уже ко второму эрецу стоит слово зай. Зайшемен. Поэтому, к примеру, если человек хочет во всех подробностях абсолютно точно исполнить заповедь не только благословения, но и порядка благословений, то если у него есть несколько из этих продуктов, да, он должен предпочесть, например, маслину. То есть он говорит благословение пригаэц на все плоды, которые перед ним стоят, которые он собирается съесть в ходе трапезы, да? Но благословение он говорит один раз. Что он после этого вкушает? Он вкушает маслину. Если нет маслины, то он вкушает что? Финик, так? Он стоит на втором месте после второго этого эреца, да? Если нет этого, он вкушает, соответственно, на третьем месте стоит виноград, дальше идет тайна, инжир, и последним идет ремонт. Вот такая иерархия, так? Интересное объяснение, ну, скорее, манимоническое. Я слышал от имени сифардского авторитета, кажется, Рава Овадьи. Если мы посмотрим внимательно, шемен, заид, что такое заид, оливка, в ней одна косточка, да? В пальме, которая здесь обозначена, слово два, в финике, тоже одна косточка, но с одной стороны она как бы подрезана, как бы немножко разделена пополам, так? Она стоит на втором месте. Далее по количеству, по количеству косточек, семян, действительно, идет гефен. Обычно стандартно в виноградине четыре косточки, да? Может быть больше, может быть меньше, так? Сколько косточек в тайна, в инжире, мы не знаем, тоже достаточно много, но про ремонт сказано, что в нем что? 613 зернышек, да? Вот вам еще одно правило о порядке благословений. Так, мы разобрали вот этот пасук. И еще один интересный пасук, на котором мы остановимся, и дальше мы, насколько возможно, посмотрим второй отрывок Шма. Значит, непосредственно перед ним идет вот такой отрывок. Ки-ха-арец, ибо земля, ашер-ата-ба-шама, которая ты входишь туда, это я даю буквальный перевод, а смысл, в которую ты входишь, ла-ри-шта, чтобы овладеть ею, а слово ла-рэшет, му-рэшет, это наследие, му-рэшет тоже самое, так? Ла-ри-шта, это овладеть ею, мы видим суффикс притяжательный женского рода третьего лица, единственного числа. И что говорится про эту страну? Ло-ка-эрит-митсраим-и-и, она не как страна египетская. Ашер-и-цатем-ми-шам, что вышли вы из нее, а что сказано про египетскую землю? Ашер-ти-из-ра-эт-зар-аха, которое ты сеял твое семя, то есть, ну, что сеял, зерно рассада, как это называется? Ну, в общем, все, что сажают, да? Ве-гиш-ки-та-бе-раг-в-раг-ле-ха, и поливал ее ногами твоими, точнее, ногой твоей, как огород. Ган-гер-эк, это буквально сад овощной, сад зелени, да? То есть, что-то в упрек египетской земле сказано, да? Раши объясняет, что египетскому христианину приходилось воду таскать на плече, чтобы поливать свой огород, свой сад, да? А дальше сказано в противовес, в противопоставлении этому, что земля Израиля, ве-гар-эц ашир ата, ате оврым шаба, земля, которой вы входите туда, ла-риш-та, чтобы владеть ее, эр-эц гар-им у-в-ка-от, земля, гор и долин, лим-м-тар-га-шамай-им тиш-те-май-им, да? От дождя небесного пьет она воду. То есть, ты себе спокойно спишь в своем дому, а Всевышний дождем поливает твой участок. Интересное объяснение, вот на эти вот слова поливал ногами. Слышал я в свое время, что земля египетская даже устроена так, что чем больше ты поработал, чем больше ты вложил, тем гарантирован лучше урожай. В еврейской земле все иначе. Если Всевышний не захочет, как бы ты не поливал свой участок, ничего не будет. Но если ты исполняешь волю Всевышнего, и он благоволит к тебе, то дожди пройдут, и земля твоя напитается. То есть, египетская земля сама как бы отталкивает мысль о том, что не только от труда человека, но и от того, каковы его отношения со Всевышним, зависит конечный урожай. То есть, египет подталкивает человека к материальности, в то время как в Израиле это совсем, как мы видим, наоборот. Теперь в 13-м пасуке той же самой главы есть несколько... А, вот мы уже начинаем. С 13-го пасука по 20-й идет второй отрывок Шма. Вы меня вовремя остановите. Я, как обычно, выделил желтым слова, о которых мне программа Максимум хотелось бы что-то сказать. Вот. А слова, которые выделены зеленым фоном, они вставлены мною в словарь. Вы можете их посмотреть на нашем телеграмме. Итак, разберем. Разбираем дословно. Вэгайя и будет. Им шамуа тишмэ у. Если послушаетесь, это обычный перевод. Здесь корень шин мэм айин, что значит даже точнее не слушать, а слышать. Точный перевод не слушай Израиль, а слышай Израиль. Он повторяется здесь дважды. Есть такая форма панахическая, когда второе слово, оно показывает нам нужную форму, а первое слово стоит в так называемой форме абсолютного инфинитива. Дается это для усиления смысла. То есть, если вы именно как следует хорошо послушаетесь, заповедей моих, это говорит Всевышний, которые я заповедую вам, точнее, которые я повелеваю вам, сегодня, по поводу этого слова, можете посмотреть комментарии. И что же это за заповеди такие, о чем здесь говорится, что имеется в виду? Любить Всевышнего Бога Твоего. Как будет инфинитив от Охев Ле-Гов? Почему Ле-Гова? Это полная форма инфинитива. Это допустимо. Всевышнего Бога Вашего. Ул-Ов-До. Обратите внимание, что здесь вот Патах, это Патах Кацар, он звучит как О. Ул-Ов-До. И служить Ему. То есть, здесь эта форма, а здесь это слово буквально переводится третий. В-Э-Ла-А-В-О-Д-Ло. То есть, и служить Ему. Вот это суффикс третьего лица. Бехоль левавхем всем сердцем вашим, увехоль навшихем и всей душою вашей, так, беннатати и дам я мтар арцахем. Слово мотар, мотар это дождик, так. Ну ладно, не буду становиться на примерах, да. Дождь земле вашей, точнее, дождь вашей земли, да. Бэ-Ай-То. Слово эт-Ай-Тав означает время, вовремя. Комментарии говорили, что значит вовремя. Ночью, когда люди, как правило, спят, и другое значение, в ночь с пятницы на субботу, когда люди, даже если не спят, они сидят по домам, вкушают субботнюю трапезу и поют Змирот. Ну, рассказывает Дирей Тура, как мы с вами, так? Вовремя, в его время. К сожалению, к сожалению, вот этот вот комментарий не учел постсоветскую реальность, когда люди в больших городах живут далеко друг от друга и далеко от синагоги, и как раз вот в это время, когда, которое считается временем дождя, приходится людям иногда час-два идти из одного места в другое место, чтобы ночевать. Ну, ладно. К счастью, в Израиле такой проблемы нет. Дальше идет слово «йорэ» и слово «малкош». Обычно переводят в словарях ранний и поздний. Что такое ранний и что такое поздний? Словарь говорит вам, ранний – это первый дождик, дождь после сева, который должен что увлажнить землю и семена? Это по комментарию Раши. А что такое «малкош»? Это последний дождь в сезоне, недодолго до жатвы, от которых зерно наливается в своих колосьях, вот, и объясняет это Раши и приводит любопытные примеры. То есть ранний и поздний – это не имеется в виду, скажем, в начале вечера и в полночь, а имеется в виду именно по сезону. Так. Так. Ранний и поздний – так. «Ве асафтадганеха» и соберешь. Что такое «даган»? Это злаки, да? Злаки, то есть урожай злаковых. «Ве тирошха» – слово «тирош». Тирош – это виноградный сок. В чем значение виноградного сока? Кроме того, что сок виноградный, как сырье для вина и, в самом деле, сок, который является, в общем-то, тоже вариантом вина – это то, на что мы делаем кедуши, благословения и прочее, прочее, да? Я должен вам сказать, что единственный способ сохранить фрукты, сохранить в них влажность, влагу, сок и так далее – это именно выжать сок из винограда. Потому что цитрусы не были так распространены, но, к примеру, яблочный сок, он не будет так храниться, разве что законсервированный, но в тонахическое время этого не знали, да? А что касается воды, да? Сезон дождей заканчивается, заканчивается перед Песохом, и в течение всего летнего времени приходится пользоваться водой, которую запасли в подземных цистернах, а к концу этого периода она уже весьма неэппетитна, поэтому утоляли жажду. Прежде всего, как я понимаю, виноградным соком, точнее уже вином. Что такое тирож? Это сок, который только начал превращаться в вино. Дальше. Ве-идзгар-еха. Иидзгар – это то, что мы называем оливковым маслом. В чем разница между иидзгар и шемен? Можно посмотреть, но для нас это не принципиально. Ве-на-та-ти айсев бе-садха. И дам я, слово айсев – это трава, в поле твоем, ливгем теха – твоей скотине, ве-ахальта ве-савата. Ну, кстати говоря, отсюда идет Аллаха, что прежде следует накормить домашних животных, а потом уже есть самому, потому что сначала сказано, дам я пищу кому, ве-эм теха, а потом скажу про тебя, ве-ахальта ве-сава. Дальше идет отрывок, который в синагогах сефардских прочитаю слух немного тише. И шам рула хэм – оберегайте себя, храните себя. Пен – слово пен очень интересное, оно значит «дабы не», чтобы не – это как бы предупреждение, то есть чтобы не случилось нечто нехорошее. И втелавав хэм – отвернулось, буквально сердце ваше повернулось. Так, давайте посмотрим. Вте – пита, соблазнять, искушать. А, прошу прощения, это другое слово. Вот, интересно, что слово пита пишется в точности как пита. Что такое пита? Искушение, да? Так, чтобы не соблазнилось сердце ваше, вот здесь это слово «весар тем», и вы отвернетесь, и вы повернетесь, ва авад тем эллоим ахарим. И будете служить, буквально работать, исполнять работу для богов других. Вот по поводу этого слова, да, эллоим ахарим, есть три значения, о которых сейчас говорить не будем, но основной смысл – это служение другим богам, служение других народов. Нагишта хавитэм лагэм. Эй, Раф, Илья, я дико извиняюсь, мы должны заканчивать. Дико извиняюсь. Это не я, это Кукушко, это не я. Все понятно, все понятно. И поклонитесь им. Так, ну вот еще про пару слов я скажу. Слово «евула», «евуль» – это урожай «евула», это урожай ее, кого ее, земли, от слова «адама». Вот, и интересное слово «тотафот». Словарь дает это как головной тфилин Коккарда, но слово «это» встречается в Танахе единственный раз. Мы понимаем, что это имеется в виду именно тфилин. И будет иногда это переводится как «знамением между глазами твоими», иногда «украшением». Но это слово трудно перевести, потому что единственный перевод – это сипогинта, где написано что? Слово «филактерии». Как говорил один знакомый еврей, я не видел ни одного еврея, который надевает тфилин и называет их филактерией. Вот так. Ну, здесь говорится «отфилин» на руке и «отфилин» на голове. Ну, вот, пожалуй, все. Посмотрите, пожалуйста, мои файлы, которые я поставил на Телеграм. Меня интересует вот такой вопрос. О, что я делаю сейчас. Разбираю буквальное значение, показываю соотношение слов. Есть люди, которым это полезно? Да, очень, очень. Есть, есть. Значит, я буду стараться вот так и проявление. Время мало, поэтому… Да-да-да, я с вами. Я говорю, у меня вопросы есть, но время мало я не буду принимать. Вы можете ко мне обратиться письменно. Натан скажет как. Пожалуйста, у нас довольно жесткое разграничение, но тем не менее, можно задать короткий вопрос две минуты и ответить на него в течение трех минут. Вот время, которое… Сейчас слышно. Да, слышно. Да, слышно, да, слышно. Да, хорошо, тогда я потом скажу, хорошо? Не, можно лучше сейчас. Можно сейчас. Ну, меня, в принципе, по… Да, меня хорошо слышно? Да, слышно великолепно. Алло, 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 да? Так, Эмиль вылетел. Ну, хорошо. Тогда, пока вылетел Эмиль, слиха, был вопрос по предыдущему, спрашивала… Анатолий. Да, спрашивала Гриша. Гриша, ты здесь? Нет? По-моему, ты здесь присутствуешь. Ты задашь вопрос, у тебя было МАШ объяснять, для чего Всевышний испытывал народ. А дальше получается, что народ провалил все экзамены. То есть, новые поколения лучше первого. Наказано. В чем же тогда смысл экзаменов? Получается, ничего не зависело от того, выдержат ли они экзамен. Да, спрашивал. Просто я не знал, кому именно задать такой вопрос. Я тоже не знал, я задал воздух. Хорошо. Дима, либо остальные, могут ответить? Нет, ну, я могу ответить, но просто это займет время. Я думаю… Нет, нет, три минуты, пожалуйста. Ну, смотря, что вы понимаете под словом «испытание». И вы, когда, ну, вы задали вопрос, вы его задали очень, скажем так, просто, логически, на поверхности. Нужно посмотреть чуть-чуть глубь, какая там была ситуация. И что такое испытание? И почему он их испытывал маном? Почитать того же самого Сфорна, который говорит, испытание заключалось маном не в том, чтобы их помучать, а только в том, чтобы посмотреть на их реакцию. Если человеку дается водичка и дается еда, а теперь посмотрим, чем ты, дорогой, будешь заниматься. Изучать ли будешь Тору или будешь чем-то другим. Вот, например, Сфорна, да, так говорит. Он испытание понимает таким образом. И тогда ваш вопрос сходит на нет. Есть другие понимания испытания. То есть, вообще, есть 5-6 мудрецов, которые в основные направления задают. Что такое испытание и что такое мучение евреев маном? Я вам дал, ну, наверное, я не прав. Наверное, нужно сначала, что такое мучать евреев, рассказать, как это понимают мудрецы основные, а потом бусинка на тортике, рассказать за расширшеном. А я начал с зада наперед. Ну, извините. Окей. У кого-то есть еще вопросы по имени? Мне казалось... Я уже давно стою в очереди. Я извиняюсь. Я могу сказать? У меня были технические проблемы. Секунду. Секунду. Проблемы, Милю. Я хотела прояснить, что Гриша сказал. Он не только это сказал. У него довольно сильное высказывание было. Какой смысл во всех этих воспитаниях, если они все равно, следующее поколение, не было лучше, чем предыдущее. Правда вы это написали, Гриша? Да, да, да. Да, да. Вот это вот совершенно не очевидно. Почему? То есть, я думаю, что для иудаизма, для Тары, несмотря на то, что идеала мы не достигли, что следующее поколение в какого-то момент начинает снова падать и снова не справляться, тем не менее, нет такого ощущения, которое у меня возникло от вашего вопроса, что есть какая-то безнадёба, ничего не исправляется, ничего не улучшается, мы никуда не продвигаемся. Вот этого в Таре нет вам. Там есть действительно каждый раз новые испытания. Но испытания не новые. Каждое поколение стоит перед своим испытанием. Они в чём-то справляются, в чём-то не справляются. Это очень общий ответ. Но мне кажется, вот такого, что следующее поколение ничуть не лучше предыдущего, вот этого нет. Окей. Да, хорошо. Да, Эми, да, большое спасибо. Я очень коротко скажу, потому что очень много говорилось о сжигании свечей там и всём таком. Значит, у меня такая очень простая логическая как бы догадка, я думаю, она совпадает с истиной. Для того, чтобы видеть пищу, скорее всего, есть ещё другие свечи, которые стоят на столе. А вот те свечи шабатные, которые зажигают на шабаты, которые говорили хазаль, что они важнее даже, чем вино, на котором делают богословление. Значит, зажигание огня особенно оговорено в правилах соблюдения шабата. Написано, и не разжигай огонь в шабат, в этот день. Значит, суть заключается в том, что есть границы шабата, и они очень важны. То есть, когда он начинается, и когда он заканчивается. свечи, которые зажигают на шабат, является открытием шабата, то есть, началом шабата, особенно для женщины. Женщина, когда на неё всё готово, и всё в порядке, она зажигает свечи, она этим благословляет и объявляет начало шабата. Вот. И, значит, потом, когда заканчивается шабата, делается соответствующее благословение на, вовдолет, да, делается на огонь и на, значит, вино, которым открыли шабат. Мужчина открывает шабат и душа, в общем-то, в доме уже непосредственно, кроме молитвы. Вот. И запах, да, действительно, запах связан с удовольствием, с наслаждением, в том числе, и от пищи. Значит, поэтому, зажигание субботних свечей это есть открытие шабата, начало, то есть граница, когда можно последний раз зажечь огонь и после этого уже нельзя его зажигать. Это был не вопрос, это был ответ, правильно? Это был ответ, да. Это был ответ на идею или мнение, значит, вот. Насчет того, что касается испытаниям шабата и какая пища была, я, конечно, не уверен, но мне кажется, значит, кроме того, что Хазаль известен, что трактуется это так, что нельзя было собирать, сколько ты хочешь. Тебе давали определенную порцию, получалось, когда ты приносил домой, было столько, сколько тебе нужно, чтобы ты насытился и занимался торой. И это, конечно, могло раздражать евреев, то есть они никак, поэтому они выходили, пытались искать, значит, в другие дни тоже, значит, кроме шабата, когда давали двойную порцию и не находили, то есть его давалась определенная норма, как бы по карточке, да, там определенные, вот, и это, конечно, очень раздражало людей, кроме того, что я думаю, что они выходили со стадами своими, известными, уже приношения приносили, и все, значит, мясо они ели, просто они появляли капризы, когда им, значит, перепелов там понасыпали, и они заболели, там была, значит, ДИФА там, эпидемия, вот, то есть они... В чем вопрос? Я прошу, я дико извиняюсь, у нас есть разделение, если кто-то хочет выступить с ТЭЗой, он хочет выступить с комментарием, вы записаны комментарии, у нас сейчас планка такая, у нас есть 4 лектора, остальные люди задают вопросы и получают ответы. Ну, хорошо, тогда я ограничусь этим. Я дико извиняюсь, но я выступаю в качестве плохого, тут у меня, мне дали такую, как бы... Нет проблем, нет проблем, продолжаем дальше. Да, все, спасибо огромное. Мы можем переходить к следующему, правильно? Есть еще вопросы, но они не конкретно к тому, что говорили по ивриту, я думаю, мы их зададим в конце. Гриш, я правильно говорю, у тебя тоже еще один вопрос есть, и люди мне послали про мейл, и мы сделаем потом. А сейчас со страшной силой... У меня один вопрос, но не нужно сразу отвечать, мне вопрос по слову нефиш. Я хочу знать, что означает слово нефиш, по сути слове. Какое слово все поняли? Нефиш, потому что прикасаться к нефишу нельзя и так далее. То есть, нефиш в одном случае это умерший, да, негатив, а в другом случае позитив. Я хочу знать... Где она, Аврам, дорогой, где слово нефиш в том куске, который мы читали? Или это вообще вопрос про... Нет, в том месте не читали, а вообще говорили, нефиш... Нет, вообще у нас нет, 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 я дико извиняюсь, у нас вопросы по недельному разделу. У вас есть... Ну, просто душа, душа не подходит. Я понимаю, да, но если есть вопросы по-другому, пожалуйста, пишите в личку. Ну, Дима, пожалуйста, я бы сказал, что у нефиш четыре значения существуют. Есть отдельная даже научная статья на эту тему, когда человек взял нефиш из всего Танаха и основных четыре значения. Мы когда-то об этом говорили, поэтому... Такие уроки очень интересные. Но это не нужно сейчас, потому что... Не нужно сейчас. Потом. Окей. Мы оставим это на факультативное занятие. Я дико извиняюсь. Мы переходим к Андрею. Андрей, пожалуйста. Раф Ильяу, вы можете закончить share screen, мы вас дико благодарим. Андрей? Интересно, что... Да, я слышу. Интересно, что... Я могу начинать? Да, начинай. Почему-то меня... Траф Ильяу меня не слышит, он не выключает это. Но ты можешь делать вместо... Ты параллельно можешь делать. Можешь включать свое. А я не буду включать. А, не будешь включать? Ну, хорошо, давай, все, вперед. Я тебе включил таймер. Отлично. Многие сегодня выбрали тему еды, хотя, возможно, на первый взгляд она не является главной. Но я выбрал ее, потому что у нас здесь есть заповедь делать беркат-мазон, то есть говорить благословение после трапезы, заповедь из Торы. И она приводит нас к теме, собственно, принятия пищи и посмотрим, как мы к ней пришли, почему именно в этой главе. Я предлагаю разделить весь сюжет Хумаша на две истории, на первую и вторую. Первый — это Ганедан. Собственно, прообраз всего. Творец сотворил творение, вошел с ним в диалог. Нам это описывается, как он сотворил сначала реальность, там сад насадил, поместил туда Адама и стал с ним говорить, и что он ему сказал, ешь и не ешь. И мудрецы из этого выводят, что в этом заключаются все 613 заповедей еврейских, 248 позитивных. в них намекается в слове ешь от древа жизни, 365 негативных в них намекается на слове не ешь. Другой есть комментарий, что все 7 заповедей сынов Ноаха заключаются тоже в одной этой фразе. Таким образом, мы видим, что здесь нам дан такой некий корень всего, архетип, да, и все остальное, что будет происходить в Хумаше, там, в Танахе и в реальности, вообще оно имеет свои корни как раз вот этой истории Эдемского сада. дальше происходит грех Адама, и после чего идет как вторая часть всего Хумаше, который можно рассматривать как исправление вот этого собственных греха и путь обратно в Ган-Эден. И весь объем основной Хумаше, который мы читаем на протяжении всего года, стоп, я не слышу, Андрей, только я. Пропал голос, да, у него. Да, да, сейчас, сейчас есть голос? сейчас нормально, сейчас нормально, слегка, сейчас нормально, несколько секунд, нет. то есть всю книгу евреи идут из пункта пункт Б из Египта в Эрес-Исраэль. Когда они приближаются вскоре после выхода из Египта, посылают разведчиков, да, вот этот спор с разведчиками можно понимать, как... Опять пропал, Андрей. Так, я не знаю, может мне переключить тут какой-нибудь. Сейчас есть звук? Сейчас, вообще странно, потому что микрофон как бы наполняется. Скажи что-нибудь. Да, сейчас есть звук? Да, сейчас есть, сейчас есть, сейчас есть. Разведчики приходят, говорят, там живут большие сильные народы, они нас съедят, земля поедает живущих на ней. Иошуа бен Нун и коллег бен Ефуны говорят, мы их съедим, они говорят, буквально лахмейнухем, они наш хлеб. Тем не менее, путь затягивается на 39 лет, и вот в начале книги Дворим уже предвкушение, они входят в эту землю и должны понять, что же они, собственно, на земле Израиля должны сделать для того, чтобы исправить грех Адама. И в нашей главе есть такая интересная строчка «Вахайтед коль хамим» «Ты съешь все народы». Что интересно, что далеко не все русские переводчики ее переводят вот так вот буквально. здесь, наверное, пора уже сказать, что означает съесть, что это за метафора, что это за символ. По-моему, это довольно прозрачно, какой-то предмет находится вне меня, я его, когда съедаю, приношу внутрь себя, он становится частью меня, дальше я иду уже вместе с ним. И при этом он проходит некую трансформацию, то есть он сортируется, там уже моим организмом все, что не нужно, отбраковывается, отторгается, и я получаю от него энергию. Итак, да, и тут нам дается заповедь благословения пищи, и в следующей главе уже эта тема раскручивается, в главе РЭ, да, нам говорится, что придя в эту землю вы должны найти там место, куда вы будете приносить все ваши плоды, потом животных для жертвоприношений, опять повторяются законы кашрута, то есть все сводится к тому, что опять как бы тема еда, она будет главной, еды будет главной, когда вы придете в землю Израиля, о чем мы, например, не читаем в самом хумаше, да, они, хумаше заканчивается на том, что они стоят на пороге, и это как поднимает нам важность того, что они должны там сделать. И что же они должны там сделать, от мудрецов мы знаем, что они должны построить храм, который должен соединить небо и землю. Ну, у храма, конечно, там глубочайший смысл, но можно посмотреть на функцию храма, как на такую пищеварительную, да, что там стоит жертвенник, куда со всей земли приносят животных, приносят плоды, там возливают вино, там кладут муку, эти животные, собственно, сжигаются, превращаются, как написано, в приятное благоуханию Господа, да, есть, то есть, такие комментарии, где сравнивают храм с человеком, и, соответственно, вот, функция жертвенника, это как бы пищеварение, таким образом, все опять же сводится вот к принятию пищи, и здесь я как раз процитирую Раби Натана, Ликуте, Аллахот, Илхот, Бейткнессе, 5.30, основа святости принятия пищи Израилем в земле Израиля, ибо в ней вся святость, а основа святости земли Израиля в принятии пищи, потому что все заповеди, зависящие от земли Израиля, связаны с принятием пищи, например, Трума, Моасер, Хала, Бекурим, Корбонот, о которых, кстати, идет речь в главе РЭ. Но на данный момент у нас нету храма, но тем не менее мы каждый день едим и говорим благословения. И в чем смысл благословений? Этим вопросом занимается трактат брохот на 35-ом листе, они задаются вопросом, почему нету заповеди благословения перед едой и дают на него такой ответ, потому что благословение это нормально. Когда ты поел, что-то взял, дать, поблагодарить за это, это нормально. Поэтому в Торе об этом ничего не сказано. Свара, так называемая, это логично. И дальше они приводят тем не менее всякий, кто наслаждается этим миром без благословения, подобен вору или подобен растрачивающему чужое имущество и так далее. Понятно, о чем идет речь, что все принадлежит Всевышнему, человек берет это себе. И тут что-то нужно сделать, чтобы иметь на это право. И вот эту роль как раз играет благословение перед едой. На этом листе приводятся два стиха из Пелим, противоречащих друг другу. Один «Лошем Хаарисумлуа» «Господня земля и что наполняет ее», и другой противоположный «Ашамаем Шамаем Лошем» «Ве Хаариснатан Левнеадам» «Небеса у Всевышнего, а землю он отдал сынам человеческим». То есть получается, что во время благословения перед трапезой этот продукт переходит из собственности Всевышнего, собственности человека. И каким образом, что мы говорим благословение, там благословен Всевышний, по слову которого возникло все, выводящий хлеб из земли, сотворивший плод земли и так далее. То есть мы признаем его собственником. То есть такой интересный момент. Если я говорю, что это его, это становится мое. А если я ничего не говорю, то есть я как бы считаю, что я имею право на это есть, то оно в его собственной собственности и я получаюсь вором. Кроме того, благословение дает осознание того, что мы делаем. В книге Кузыри есть такая история про человека, который выпил много вина, был очень пьян, ему приносили разные деликатесы, разные наслаждения и когда он проснулся, он ничего не помнил, ему стали об этом рассказывать и он мало того, что это наслаждение, которое он испытывал вчера, для него ничего не стоило, он даже стал страдать от того, что у него в сознании вот этого нет, поскольку он был пьян и забыл. Именно поэтому мы должны как раз произносить, чтобы у нас это было как бы в сознании. но вопрос произносили ли благословения про отцы, ну об этом много что написано, в частности в книге Рут есть такой интересный посуд и ел Боас и пил и стало хорошо у него на сердце и лег спать и комментарии, ну мы видим такого человека, который наслаждается жизнью, наслаждается этим миром, но комментаторы нам как обычно говорят, что вот то, что он написан стало хорошо у него на сердце, это имеется в виду говорил слова Тора, да, Двар Тора, но Рав Кук приводит интересный совершенно комментарий, что стало у него хорошо на сердце, это слова Торы, но они заключались как раз в том, что он ел и пил, то есть есть и пить для человека уровня Боаза, а он был главой Сангетрина, великим человеком поколения, для него это было равнозначно изучению Торы, как можно это понять, и вообще это не единственный момент, когда мы читаем о праотцах, о том, что они выполняют какие-то земные простые действия, а комментаторы нам видят в них какой-то практически аллахический смысл, например, когда вышел Исхак побродить среди кустарников, нам говорят, что он молился молитву Минха, когда Яков занимался селекцией, там отрезал особым образом кору на прутьях, нам говорят, что он накладывал отфелин, да, что здесь происходит, есть такая история, история о хлебе у Робби Ахмана, называется, это из его неизданных историй, которые стали известны в 21 веке, хасиды их дали, до этого они передавались втайне. Сюжет у нее такой, был некий хасид, внук одного великого праведника, которому явился его дед во сне и сказал, обращай внимание на то, что ты ешь. Хасид не мог это понять, молился, чтобы понять, ему продолжал являться во сне его дед и провел с ним некую духовную трансформацию, опять же, во сне он там окунулся в огненную реку Денур, и после этого он, пройдя вот эту духовную информацию, проснулся, пошел завтракать, сел за стол, произнес браху, после чего вся еда у него в тарелке превратилась в буквы. И он стал есть эти буквы и потом он стал говорить браху, выпуская эти буквы из уст. И что все это значит? Это значит то, что праотцы, праведники такого уровня, для них не было разницы между Торой и жизнью. Когда они ели, пили или наслаждались этим миром, они видели во всех окружающих предметах буквы речений Всевышнего, которыми он собственно и сотворил все вот эти предметы. То есть им не нужно было говорить какие-то дополнительные слова, чтобы общаться с Всевышним. Для них они собственно общались с ним, для них это была там речь или как Тора. Именно поэтому нам толкуют, что они говорили благословения. То есть они находились на уровне незаповеданной и исполняя. То есть праотцы, у которых не было еще Тора, как мы ее знаем. Этот уровень более высокий, чем заповеданная и исполняя. Но мы знаем, почему мудрецы говорят наоборот, что более велик тот, кто исполняет потому, что ему заповеданы, чем тот, кто исполняет ему незаповеданной. И Раф Шерки, да, я не сказал, что все, что я говорю, это по уроку Рава Шерки, по последней странице Рамхали Дарехашем. И Раф Шерки говорит, что тот, кто исполняет потому, что ему заповеданную он более велик в нашем мире, где есть разделение между заповеданной и не заповедано именно поэтому нам нужно держаться заповедано нам нужно что-то делать потому что это заповедано торой да только так мы можем держать связь с творцом потому что у нас нет непосредственного ощущения творца поскольку он находится вскрытие от нас но те благодарность мы должны что-то ощутить для того чтобы нет мы должны что-то произнести для того чтобы ощутить и иметь связь да ну то что мы ощутим это какую-то благодарность дав который превращается вот вот эти материальные элементы из которых состоит и да но вот эти тексты текста благословения их составили как раз те люди которые видели буквы до которые общались с творцом непосредственно имя от них получили да и насколько это насколько действует тут можно еще одну вспомнить хасидскую притчу когда нависали приговоры над евреями большим топ шел в лес там он определенном месте разжигал определенным образом огонь говорил определенную молитву и приговоры отменялись и ученик магида смежрича когда написали приговоры не помнил молитву он уже его забыл он шел в лес то же самое место разжигал огонь это все равно срабатывал ученик магида из межрича забыл как разжигать огонь забыл молитву он шел в лес это срабатывал его ученик помнил только вот это все не знал уже не леса не место не огня не молитвы и все равно это срабатывало Таким образом, как бы не мельчали поколения, пока у нас есть канал передачи, мы будем все равно связаны с источником, и для этого мы, собственно, произносим благословение. Так, для чего мы говорим благословение после трапезы? Весь иудаизм, да, все основные темы иудаизма, да, и зачем это нужно все произносить, потому что мы все это делаем ради того, собственно, о чем мы говорим в Беркат Мазон, да, то есть тут можно говорить, ну, множество тем, чтобы, получается, вот это там мясо там или плод, который я съел, там, и все люди, которые трудились там, чтобы его вырастить, чтобы его мне доставить, Я направляю всю их силу, там, весь их нефиш, вот, к той цели, которой, говорится, в Беркат Мазон, там, храм и так далее, и приведение реальности к своему совершенству. Вот, собственно, и что я хотел сказать. И тогда получится, что слава Всевышнему возвеличивается тем, что его желание исполняется, и его замысел осуществляется. И в этом и заключается значение благословения Беркат Мазон и всех прочих благословений после получения удовольствия. Это Рамхаль. У меня все. Окей, замечательно. И вопросы, пожалуйста. Так, Гриша, у тебя есть рука? Да, если можно. Андрей, спасибо большое. Я хотел спросить. Вот, если мы берем эту идею, еда как присвоение энергии, вот, то зачем же тогда нужна энергия этих ханаанских народов? Наоборот же ведь стараемся как бы от них отделиться, ничего от них не брать. Хороший вопрос. Ну, после греха Адама как бы разбились, как известно, сосуды и остались искры святости вообще во всем. Да, нет ничего в нашем мире, у чего бы не было корня в духовном мире. И на человеке лежит работа по, собственно, очищению, сортировке и возвышению всех этих искр, на чем все, собственно, и держится. И дальше человечество тоже делится на разные категории. Вот, евреи едят только кошерную пищу, то есть они работают с какими-то более чистыми пластами реальности. На инох работают на периферии и так далее. То есть в любом случае идет как бы сортировка. Что-то мы берем, что-то мы не берем, что-то нам вообще запрещено есть и так далее. Так, собственно, и со всем остальным, да, что-то нам запрещено видеть, что-то нам запрещено чем-то пользоваться и так далее. То есть на всех уровнях есть сортировка. Я-то имел в виду именно народы Кнаана. Просто, можно я быстро скажу, Андрей? На этом основен принцип Гиюра. Нужно собрать все хорошие качества, которых нет у евреев, со всего мира. У евреев только три основных качества. Они рахманим, они милосердные, они байшаним, они как бы такие скромные. И они, кто они еще? Гамлейхасадим. А жестоковыйный, подожди, а как же жестоковыйный? Это уже совсем другое, это они приобрели, когда взяли у кого-то. Например, у них не было наглости, они взяли и съели народ Моава. Например, у них нет медленности, они взяли и съели народ эстонцев. Эстонцы прошли Гиюр, и теперь у евреев есть, понимаете, то есть в Кнаане огромное количество прекрасных вещей. Смотрите, они хорошо красили, у них был характер упрямый, они вытворяли там некоторые чудеса. То есть они съели Кнаан, присвоили себе их качество. Все очень просто. Так, окей. На мой взгляд, проблематично, но хорошо. Деседор, Гриша успокоился. Нет, я думаю, что съедание, то, что мы называем съеданием, оно может быть просто очень по-разному произойти, как для отдельного человека, так и для всего народа. Ты стоишь перед какой-то проблемой, теперь ее надо съесть. Съесть ты можешь ее по-разному, или ты ее перевоспитаешь, например. Могли бы они, может быть, их перевоспитать, народу Фанаана, но не получается перевоспитать, дальше прогнали. Ну, в общем, возможно, варианты как-то эти из-за съедающих. Интересно, что в современном иврите очень распространенное выражение называется ахальтоу-та, это то, что по-русски называется скушал, то есть выкуси, вообще говоря, в прямом смысле. Нет, но ты... Ахальтоу-та это ты получил, вообще говоря. Ты получил, да. Ахальтоу-та получил? Получил, да. Окей, вот был вопрос от Елены Колсановой. Я озвучиваю, принятие пищи как центральная идея Торы, вопросительный знак. Дальше. Это что, символ, вопросительный знак? По-видимому, это тебе, Андрей. Ну, про то, что это символ, я уже вначале объяснил. Ну, я хочу еще добавить по поводу съедания хананских народов. Согласно Тании, насколько я помню, мы извлекаем искры ровно так же, как когда мы принимаем дозволенное, так же и когда мы отвергаем запретное. Да, если у меня там какой-то соблазн, и я его преодолел, то я получил эту энергию, и получается, вот эта вещь, она тоже послужила каким-то образом мне, и отдала свою энергию мне. То есть, все равно скорлупа расколота, и плод поднялся наверх. Окей. Есть еще вопрос, либо мы переходим к следующему докладчику. Ну, окей. Можно комментарий, Мальчик? Это кто сказал? Авраам. Авраам, пожалуйста, только небольшой. Ну, вы знаете, у меня же все как-то надверено. Небольшой у нас две с половиной минуты. Ну, пожалуй. Мы тут, да, мы разговаривали по поводу того, почему Всевышний давал естмады, и он не хотел, чтобы люди ели еще что-то другое. Я это постарался уезжать со словом томим. Томим, я бы хотел понять, что это такое томим. Без порока, да. Но, на самом деле, я понял, что томим – это без лишних. То есть, порок человека заключается в том, что есть в нем лишнее. И поэтому вечный он не хочет для того, чтобы евреи ходили в пустыню, чтобы они приобрели что-то лишнее. То есть, чтобы они были талины, вот, они должны были естмады. Таким образом. И не ходить на горшок. А зачем? Ну, хорошо. Все хорошо, все хорошо очень распространено. Ну, я думаю, на этот вопрос, я думаю, при этом случае смогут дать ответ вообще говоря. Ну, хорошо. Ладно, окей, все принято. Мы, да, пожалуйста. Да, тут был еще вопрос от Тани в чате. Только там ключевым является в земле Израиля. А вот если бы о принятии пищи для всего человечества, на примере Эрит Сасраэль. Ответ. Вот, собственно, заповедь о Беркат Мазон полностью она звучит. Будешь есть и насытишься, и благословишь Всевышнего за землю добрую, которую он дал тебе. Понятное дело, что речь идет о земле Израиля. Ну, у меня есть только мистические комментарии у Раби Нахмана, либо он цитирует Зор, я точно не понял, что как бы все миры, все земли, планеты наши получают из земли Израиля. То есть есть некая мистическая земля Израиля, и все остальные народы получают от нее свою еду именно. Как это можно понять? Ну, я так понимаю, да, что еда дается для того, чтобы евреи там в храме там ее очищали и так далее, да. Что здесь делаем мы, да? Ну, мы, собственно, посылаем отзадоку в Эрит Сасраэль для того, чтобы там евреи пока что сейчас съели и вознесли браху, и там сказали, и это воздух из земли Израиля, да, то, что над чем мы трудились в своих странах. Ну, а в конечном итоге построили храм, и мы бы стали туда там точно так же приносить какие-то свои продукты со всей планеты. Окей. Тоф, ну, хорошо, я думаю, мы перейдем к Нахаме, потому что народ как бы жаждает послушать. Все, тогда я делаю стоп-шер. Ну, видите, кукушка, по-моему, два раза. Кукушка только два раза звучала, но посмотрим, проверим Нахаму. Окей. Проверим меня. Во-первых, я хотела сказать, что удивительная всегда возникает согласованность, несогласованность. Мы же не договаривались о том, какие куски каждый будет разбирать. Тем не менее, все более-менее мы ходили вокруг некоторой темы. Так или иначе, все не прям все увязано, но все как-то связано. Хотя недельная глава большая, можно было уйти очень далеко. Это очень удачно, что так получается, что мы смотрели уже на нее под очень разными углами. Я хотела сегодня поделиться с вами еще одним углом зрения на исследование писания в современном мире. Есть много подходов к исследованию писания. И одно из позитивных следствий, скажем, нелегиозного какого-то исследования является то, что какие-то инструменты этого нетрадиционного исследования писания оказываются очень важны для понимания, углубления нашего понимания. Это не то, что они противоречат традиционным комментариям, но они просто дают нам какой-то новый взгляд, новый угол зрения на то, как построено писание. В анонсе я упомянула некоторые понятия хиазм, которые Натан, поняв, что это какая-то странная штука, которая требует объяснения, и большинству людей незнакомо, он пошел в интернет и прицепил объяснение того, что это такое. Где-то лет пять назад, если мы на русском языке искали это слово хиазм, просто оно не находилось. То есть в интернете, в этом случае, очень мало кого, видимо, интересовало на русском языке вообще исследование писания. Но это понятие, оно уже очень давно существует в исследовании Библии, в исследовании писания. И на самом деле это понятие литературное, но оно характерно в основном именно для писания, для священного писания, для Библии, для Танаха. Это некоторая структура в Танахе, которая там встречается гораздо больше, чем в любой другой литературной или поэтической даже речи, хотя она как бы действительно, это тип такого поэтического построения. Если мы заглянем, скажем, в Википедию, то там на слово хиазм довольно узкое определение. Его соотносят только с одним предложением, в котором вторая половина предложения является зеркальным отображением первым, с некоторым изменением, естественно. И это дает нам некоторое углубление этого представления, то, что сказано в предложении. Например, делить веселье все готовы, говорит Лермонтов, никто не хочет груз делить. Мы тут увидим прямо противоположное зеркальное отображение. Делить в начале, делить в конце. Веселье противопоставлено грусти. Все готовы, никто не хочет. То есть такое концентрическое построение фраз. Однако в Танахе, таким образом, мы находим во очень многих псалмах и в очень многих отрывках в Таре, такой тип построения, когда целый отрывок построен таким образом, что первая строка параллельно последняя, вторая предпоследняя. И таким образом получается концентрическая такая структура, которая называется, по-русски она называется хиазм, наявлите она называется тикболит хиаст. И я хочу обратиться к тому же отрывку, приблизительно, о котором говорил Раб Ильял, и посмотреть, как можно найти в нем этот хиазм и какой смысл, какое более глубокое понимание это нам дает этого отрывка. Эта идея, мне кажется, она в первый раз была именно в отношении этого отрывка, конечно, высказанного саммита. У него вообще очень много таких идей по поводу того, где, скорее, как работает вот такая параллельность. Кроме того, очень много вообще есть работ на эту тему, которая открывает нам всякие разные структуры в салмах в основном, но и в других книгах, тонах. Андрей, вы можете поставить, да, этот? Это немножко больше он захватывает этот отрывок, чем Раб Ильял нам приводил. Это дворим восемь стихи от седьмого до двенадцатого. И вот если мы их разделим таким определенным образом, тогда мы получим такую структуру. Я, значит, спрашиваю у слушателей, видим ли мы действительно истину этого самого параллельности. Первая строчка. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя к землю хорошую. Последняя строчка. И будешь ты есть, и насытишься, и благословляет Господа Бога твоего за землю хорошую, которую он дал тебе. Есть параллельность? Понимаем, да? Следующая строка. В землю, какую в землю? Потоком вод, ключей, источников, истекающих в долинах и в горах. Всякие полезные, в основном вода, которая есть в этой земле, то есть богатство природы. И предпоследняя строчка. В землю опять, которые камни, которые железо, и в сгор, которые опять в горы у нас тут появляются. Как нарочно, чтобы мы не перепутали, что это есть отсылка ко второй строке. Из которой высекать будешь медь. Третья строка. В землю пшеницы и чменя, и виноградных лозы, и смоковницы, и гранатовых деревьев. Еда. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб, то, что из пшеницы делают, и не будет в ней недостатка ни в чем. В смысле в еде. В середине же у нас оказывается землю масличных деревьев и меда. Очень часто, когда мы видим такую структуру хиазма, в середине у нас находится фокус. То есть, что-то очень-очень важное. Если мы еще раз посмотрим на всю эту структуру, какая самая важная идея в ней заключается? Первая половина – это то, что Бог нам дает. Он нам дает воду, она бесплатна, она без усилий, она течет спокойно из всех источников. Пшеница, ячмень, виноградные лоза – все это растет, все это свободно, поднимаешь руку и ешь. Почти райский сад. Если мы посмотрим вторую половину – землю, в которой не в искудости ты будешь есть хлеб. Хлеб уже не растет на елке. Хлеб – из 39 работ, которые запрещено делать в шаббат, большая часть отведена именно порядку выпечки хлеба. Но всем по-неизвестным, что это длинный, сложный процесс. И даже в самом слове хлеб – лехем – есть намек на тяжелую работу, потому что это те же буквы, что иумил хаман – лохем. Мы как бы воюем с этим хлебом, с этими пшеницей, чтобы превратить ее в хлеб. Тяжелая работа. Дальше, еще больше. В землю камни, которые железо, из гор, которые будешь высекать медь. То есть вторая половина говорит нам о работе человека. С одной стороны, Бог дает нам бесплатно, сверху. А с другой стороны, мы должны приложить большие усилия сами работать и добывать себе этот хлеб, добывать себе медь, железо и так далее. Последняя строка – это то, что мы должны благодарить Бога за то, что Он нам дал. Опять это со стороны человека. Почему в середине попадают масличные деревья и мел? Дима, ты это должен знать. Я сейчас ищу другие хиазмы. Есть много очень. Только найди их полным-полно. Это очень интересная вещь. Но в данном случае, мы имеем в виду, мы имеем здесь в этой строчке два очень странных фрукта, которые отличаются чем? Как Равле нам говорил, да? Есть маслины, которые можно засолить, есть, как они есть. И есть там финики, которые можно… Они выдавливаются, а второй вытекает сам. Нет, они оба относятся и к первой половине, и ко второй. Ты можешь их есть, как они есть, а можешь приложить усилия, приложить работу и сделать из них… То есть в этой центре у нас стоит как бы партнерство Всевышнего, который дал нам эти плоды и наши работы, которые мы в него вложили. И в этом смысле то, о чем здесь говорит о благословении земли Израиля, это главная такая, главная мысль, что Бог вводит нас в эту землю. Он нам дает очень много, но мы сами должны прикладывать большим силе. И главное, последняя строка подчеркивает, что в результате мы должны благословлять Всевышнего. Это первая половина. Мы увидели такую очень важную мысль в этом самом отрыве. Что же дальше? Проверяснем немножко дальше. Следующие, пожалуйста, Андрей, следующие стихи. 8, 12, 14. «Берегише, чтоб ты не забыл Господа Бога твоего, нарушая заповеди Его и законы Его и уставы Его, которые я заповедую тебе нынче». Почему вдруг я начну нарушать? Может быть, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь, и будешь жить в нем, и крупный и мелкий скот размножатся, и серебра и золота у тебя будет много, и всего будет у тебя много. Человек скалывал действительно всерьез. Он очень много построил, наработал, и у него еда, и железо, и медь, и золото, все у него есть. И что он тогда, в этот момент он решает, что, как там дальше говорится, кухи, отцы, миди, то есть, что он сам это все приобрел, он забывает при этом о том, что все это ему дал Всевышний. Дал Всевышний. Поэтому именно вы забили. С одной стороны, этот подход необходимый. Бог дает нам, мы должны приложить свои усилия в этом мире, быть его партнерами. С другой стороны, в этом и заключается и опасность, когда человек добивается всего сам. Он забывает, что это на самом деле все от Бога. Поэтому следующие эти стихи, они говорят нам о той опасности, которая лежит в таком подходе. Как же быть? Оказывается, у нас здесь, как говорится, Всевышняя или Тара припосла нам лекарства еще до болезни. То есть, еще до того, как мы подошли к этому стиху, с которого мы начали. Моше обращается к народу и говорит, 8, 2, 3, и помни весь путь, который вел тебя Господь Бог. Вот уже 40 лет по пустыне, чтобы смирить тебя, для испытания тебя, дабы узнать, что в сердце твоем будешь ли ты хранить заповеди Бог или нет. Он сверял тебя, как раз стих, о котором говорил Дима. И томил тебя голодом, и питал тебя маном, которым не знал ты, и не знали отцы ваши, чтобы дать тебе понять, что не хлебом один живет человек. Цель испытания пустыни, говорит Муше здесь, не забыть, главное нам не забыть, годы в пустыне, чтобы мы поняли, и не забывали, что не хлебом единым живет человек, а всем тем, что исходит из уст Господа, живет человек. То есть, если мы сохраняем память о пустыне, вот запечатленной нашей традицией, нашей коллективной народной памяти, это не даст мне забыть, что на самом деле в том, что я достиг, есть моя часть, очень важная, есть часть Бога, и мы с ним в этом партнеры. И тогда заканчивает 8.15.18, когда он говорит, что если ты, тогда отменным станет сердце твое, и забудешь Господа Бога, это до этого, повечивая тебя по пустыне великое и страшное, где змеи, аспиды, скорпионы, где зашелся, где нет воды, и так далее, питавшего тебя в пустыне манной, которые не знали от судьбы, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и скажешь ты, если ты забудешь, и скажешь сердце ты свое, сила моя и крепость, руки мои доставили по богатству. Для того, чтобы ты этого не сказал, ты должен помнить. То помни Господу Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить завет свой, в котором Он клялся отцам твоим, как это ныне. То есть, теперь мы видим такую структуру. Сначала Моше говорит евреям про то, как важно не забыть о том, как они ходили в пустыне, и какой они там усвоил урок, что нельзя думать, что только хлебом единым жив человек. Что есть что-то, что выше этого. Хотя им там и было тяжело, это было испытание. И об этом можно, как Дима говорит, очень много разных вариантов, комментарий объяснить о смысле испытаний. Тем не менее, результат этого должен быть запечатлен в коллективной памяти народа, что не хлебом единым. Что в тот момент, когда ты забываешь, что все твои достижения, они прежде всего от Всевышнего, но так же и от тебя. Мы должны во всем работать вместе. Эта память у нас должна быть. Потом, после этого отрывка, идет отрывок, который говорит, да, если ты это помнишь, тогда знай, что цель твоей работы в земле, это работать вместе со Всевышним. Он тебе дает, а ты со своей стороны вкладываешь свои усилия, свою работу, и помнишь о том, что он тебе дает, и благодаришь его за это. Как все боятся моих ухушки, а? Замечательно. А можно спросить? Я и раньше никогда не вылезала. Нет, 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 ты чиста перед народом переписываешься. Послушай, я каждую неделю преподаю дневной лист Талмуда. Он может быть такой вот, а может быть такой. Ты должен вложиться в этот час. Бортит впечатление, дай Диме спросить. Дима, это провокативно, провокационное, поэтому если вы чувствуете провокацию, просто меня выключайте и все, идем дальше. Баба Ига, ладно, давай. Машей Робейну уже, уже раз пять сказал, начиная с Нашантем, потом он будет китово говорить, о том, что разжиреет Ешурун, и вы станете у себя в Израиле очень-очень хорошо жить, и вы насытитесь, и все у вас будет золото, и серебро, и забудете вы Бога. Он говорит это в начале книги дворим, всю книгу дворим, и в конце книги дворим, и даже в Бамидбаре пару раз. То есть, значит ли это, что современный Израиль, который начинает жреть очень сильно, то есть, он тоже подвержен всем этим проблемам, и народ начнет уходить от Бога? Или мы, современный Израиль, к словам Маше, не... Ты мое мнение спрашиваешь, Дима? Вообще нет. Я думаю, я не вижу корреляции, то, что называется. Хилун, или там нерелигиозность в Израиле существовала даже в гораздо большей степени еще в те времена, когда он совершенно никак не жрел. Когда новому репетрианту выдавали железную кроватку и прибыл, приблизительно, еще там такие были в 70-е годы. И тогда процент религиозных был даже меньше в Израиле. Поэтому благосостояние увеличивается. И это пока, во всем случае, не влияет на религиозность человека. Есть вообще такая опасность? Она всегда существует, но как раз я думаю, что я не говорю про личный план человека. Когда личное в личном плане действительно может быть иногда очень развращает богатство. Кто-то не привык к нему. Человек вдруг начинает раскручиваться, богатеть и так далее. И он долго начинает считать и забывает вообще, кто ему это все дал. Но вот в национальном и государственном про то, что ты спрашиваешь в целом, у меня нет такого ощущения. Это мое личное мнение. потому что просто факты как бы этого не говорят. Наоборот даже люди для людей сегодня достаток не является чем-то вау. Несмотря на все, что сегодня говорят, огромные различия между бедными и богатыми, это нельзя сравнить с теми различиями, которые были когда-то в свое время между бедными и богатыми. В конце концов, у каждого есть холодильник, стиральная машина, и машина там больше частей есть. Так нет, джип какой-то навороченный, а какая-то маленькая сувара, но не важно. Основные вещи, никто не голодает фактически. Конечно, есть панельки. Слиха, я дико извиняюсь, просто есть еще вопросы, мне прислали, я дико извиняюсь, да? Есть еще вопросы, вот есть Владимир Местеев, прислал мне по почте, он сегодня не может присутствовать. Общий вопрос, да? Первый вопрос, глава 7, стих 19, цитирует, великие испытания, какие, подчеркив, видели твои глаза и знамения и чудеса. Дальше, его вопрос, Моше обращается к поколению, выросшему в пустыне. Те, кто вышел из Египта, умерли в пустыне. Насколько я понимаю, вопрос, который видел, видели твои глаза. Обращается людям, глаза которых не видели эти чудеса и знамения. Ответ? Ответ очень-очень простой. Во-первых, видели знамения, чудеса, те, которым было до 20 лет на момент исхода. То есть, условно говоря, сейчас люди от 53 лет до 60 лет, которые стоят перед Маширо Бейну, они видели даже все основные грехи, которые совершились в первый год. Раз. То есть, это уже некоторое количество мужчин, взрослых, они присутствовали при грехе золотого тельца. И можно об этом... Он пишет про знамения. Он пишет про знамения. Я думаю, что он говорит про Египет. Он имеется в виду, что когда Моше говорит, видели твои глаза и знамения, и чудеса, то те, к кому он обращается, они этого не видели. Если еще... Да, да, но это не важно, там разница меньше года. Это выход из... Ну, глаза, по-видимому, все-таки не видели. Нет, Рафшерки говорит, что есть чудо, а есть знамения. Чудо – это то, что происходит на земле, условно говоря, кровь, Нил превратился в кровь, да? А то, что сверху, это называется, уже будет у нас знамение. То чудо – это знаю, от Имафет. Поэтому само по себе выпадание мана – это уже есть знамение. А ман кушали 40 лет, и даже немножко после того, как перешли Иордет. Поэтому все это поколение испытало и чудеса, и знамения. Окей. Ну, амбивалентные все-таки чудеса, исходя из того, что ты рассказывал про ман. Так, хорошо. Есть второй вопрос у Владимира. Глава... Нет, ну, я хотела еще добавить, что на самом деле тут есть еще разные всякие аспекты. Он говорит, на самом деле, к общине Израиля. Община как целая. Не важно, кто конкретно видел. Но он... Эта община, она видела. И знамение. А я думаю... Это остается в коллективной памяти. Народная память. Народная память. Окей. Дальше. Глава 11, стих 17. «И вы сгинете вскоре с доброй земли, которую Господь дает вам». Вопрос. Понятно, что это обращено к поколению, готовящемуся к входу в землю Израиля. Сейчас же, увы, большая часть народа все еще живет в Хуслаарес. Тогда в чем же угроза сгинуть с доброй земли? Я лично не поняла вопроса. Я думаю, что идея такая, что... Я не знаю, просто на слух, что главное наказание это проживание в Хуслаарес. Владимир говорит, большая часть народа проживает в Хуслаарес. Ну и тогда в чем для них как бы проблема сгинуть с доброй земли? Я думаю, что правильный ответ, что для общины Израиля это наказание. Потому что конкретный человек живет в Америке и у него там отличное тело, богатое и так далее. Все ему хорошо. Но для общины Израиля это трагедия. Для изгнания. Вообще, то, что он говорит, он не относится... Трудно применить к какому-то сегодняшнему. для конкретного момента. Это относится ко всей израильской истории. Изгнание для Израиля безусловно было трагедично. Окей. Хорошо. Есть вот Гриша, я не знаю, Гриша и здесь. Да, я, Гриша, я озвучу твой второй вопрос. По-моему, он очень интересный. Гриша пишет. В комментарии... Да, вот появился Гриша. В комментарии к белому изданию к разбитию скрижали сказано, Муши выбирает Израиль жертвуя на этом этапе Торой. Так как Тора предназначена для Израиля, а не наоборот. Какой вывод из этого для современной эпохи? Почему несколько раз повторяется? А, нет, хорошо. Это уже другой. Окей, повторить либо это понятно? Непонятно. Гриша, озвучь. Плиз. Да, я... Это просто комментарий вот в белом издании. Ну как же, мы знаем, да-да-да. Такое беленькое издание называется. Там именно говорится о том, что Моше в данной ситуации предпочел Израиль. Как там у меня дословно, Анатон, ты сейчас прочитал? Текст первоисточника такой. Гриша спрашивает в комментариях в белом издании к разбитию скрижали сказано, Муше выбирает Израиль жертвуя на этом этапе Торы. Что значит сказано? Это там комментарии, по-видимому? Да-да-да. Так как Тора предназначена для Израиля, а не наоборот. Это тоже написано в белом издании. Вопрос, по-видимому, должен был к Крау Йоне и к доктору Ленинцеву. А, ну да. Да-да, ну хорошо. Нет, 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 это я сам технически отбил. Я думаю, что можно придумать спекулятивный ответ, но мне как бы не хотелось. Да, но бывают такие ситуации. В принципе, Израиль действительно, как народ, он имеет очень важное значение в истории. Тора предназначен для него, да, чтобы он ей руководствовался и смог выполнить свое назначение. Но в тот момент, что возникает угроза исчезновения израильского народа, то там уже это можно и пренебречь сторонние. То, что это хорошо. Но разбивание, разбивание, скрижали, это означает жертвование Торы? Да. Это символическое действие такое, да. Это можно понять, конечно. Он мешает по Раши понять это все. И Раши сказал, есть жених и есть невеста, а есть брачный контракт. В данном случае скрижали, это брачный контракт между женихом и невестой. И когда Машерабейну спустился, он принес, собственно, давайте сейчас. И на данный момент нет отношений между, нет мужа и жены, а есть пока жених и невеста. И Машерабейну для того, чтобы спасти ситуацию, он разбивает, разрывает эту ктубу, разрывает брачный контракт. Он спас еврейский народ, потому что если бы уже в браке она ему изменила, было бы, наверное, хуже. И потом принес новый исправленный документ, который соответствовал действительности. Окей? Ну, хорошо. Давайте, у нас 21.51, мы практически уложились 2 часа. Давайте, мы поставим себе заслуги, что мы сделали меньше 2 часа. Да? Я очень надеюсь, что я никого не обидел. Да, во-первых, у кого-то есть вопросы? Значит, смотрите, дамы и господа, если вы сейчас молчите, это означает, что мне не может быть представлено обвинение, потому что я кому-то не дал спросить вопрос. Окей? Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Никто не задал вопросов. Все, я не виноват. Окей. Тогда я, во-первых, извиняюсь, если я поступал в группу, я кого-то прервал. Кукушка тоже просит изменения, она прозвучала на сцене два раза. Мне кажется, в целом, при таком жестком как бы ритме, тем не менее, мы вполне нормально. Рано извиняешься, у тебя целый месяц и луль будет. Ты можешь за 30 дней. Не, ну ты мне и навешивай, у меня там свои есть. Зачем же мне с собой тащить? Ну хорошо, дамы и господа, все замечательно, все отлично. Еще раз повторяю. Спасибо всем. Я думаю, я выражу мнение всех о том, что на самом деле даже за два часа очень трудно разобрать что-то подробно, дать наставление в жизни, объяснить людям, как надо жить, как надо учиться, молиться, процветать в жизни. Мы раскрываем некоторые ворота с тем, чтобы дать там риц, деталь нашим, дать людям некоторый дополнительный толчок к изучению того, что нам представляется очень много. Мне тут Лена просила привести еще пример хиазмов. Я надеюсь, тогда как-нибудь на одном из следующих уроков ответить. Вообще, я попросил, вы лекторов все-таки не пользоваться словами, которые никого, никто кроме них не знает. Нет, ну мы теперь узнали, по-моему. Между прочим, это очень важное понятие. Его не знали, потому что... Еще Диму, Диму надо проверить. Никто кроме себя этого не знал. Ну хорошо, окей. Все, мы на этом заканчиваем. Я тоже когда-то не знал. послушай, все когда-то не знаешь. Все когда-то не детьми, но я понимаю, да. Окей. Бессендарь Гамур. Тов. Спасибо. Теперь мы знаем. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого дня. Спасибо. Всем спасибо.